Алексей Венецианов, Дмитрий Левицкий, Владимир Боровиковский, Валентин Серов, многие знаменитые живописцы прошлого великолепно писали портреты детей. Нет, в Щелковском историко-художественном музее, конечно, не их работ выставка, но тоже стоит того, чтобы ее посетить. Нежный возраст, так она называется, и посвящена, как вы понимаете, прекрасному и безмятежному периоду жизни каждого человека – детству. Экскурсию для самых первых гостей провели директор музея Наталья Богданова и заведующей фондовым отделом Светлана Борозина. В эпоху Ренессанса считается рождение детского портрета – это первое жанр. И если интересуетесь изобразительным искусством, то есть совершенно очаровательная, восхитительная, я бы сказала, графика и да Винчи, и я вам советую, да, очень замечательные, совершенно детские работы, рисунки детских портретов. Эпоха Ренессанса прошла, а у Леонардо появилось множество последователей, с той точки зрения, что едва ли не каждый художник в своем творчестве обращался к теме детства. На тематической выставке можно увидеть живописные полотна, графические работы, а также фарфоровые и керамические фигурки, изображающие или портреты детей, или различные сюжеты из жизни ребят. Все это бережно хранится в фондах музея, либо в частных коллекциях. И каждый взрослый обязательно улыбнется, видя, какой искренней радостью, волшебством и светлыми мечтами наполнены произведения. И вспомнит себя, маленького, беззаботного и счастливого. Вот прямо как эти мальчишки, топающие с лыжами по Щелковской улице, на графическом полотне заслуженного художника РСФСР Ирины Воробьевой. И в наши дни тема детского портрета по-прежнему актуальна в искусстве. На выставке можно увидеть работы советских и российских художников Германа Безукладникова, Виктора Багрова, Галины Завьяловой, Николая Денисова и многих других авторов. Выставка «Нежный возраст» будет работать в музее до 14 сентября. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.